Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события жизни проекта! Признается в своем прямом эфире участник реалити-шоу Женя Ромашов, что расстался по пьяни с Кристиной Бухенбалтой, но разорвать этот замкнутый круг отношений было нужно. Потому Женя о расставании с Крист не жалеет и прогнозов на свои отношения с Настей Бигриной пока не дает. Особых надежд на победу в конкурсе «Человек года», в который его вернули зрители своими голосами, Евгений Ромашов не питает или знает, кто и кого назначит победителем, только сказать не может. Все-таки с Настей Бигриной, которая подвергается нападкам антифанатов в социальных сетях, Ромашов флиртовать продолжает, не исключая, что из этой интрижки еще могут вырасти настоящие отношения и чувства. Так у него ни с одной партнершей без проблем и претензий друг к другу за три с лишним года отношения сразу не возникали. Как считаете, сможет все-таки окончательно поставить точку Женя Ромашов в своем романе с Кристиной Бухенбалтой? Или придется по команде сверху ему возвращаться в надоевшую очень многим зрителям канитель претензий Кристины? Раз не пригласила Алена Савкина семью старшей сестры Ольги Рапунцельной о гендер-пати, в сети отреагировал на недоумение подписчиков Дмитрия Дмитренко. Он советует беременной Алене получше контролировать обретенного с таким трудом мужа Илью Семина, а не лезть в чужие дела. Отозвался матом, пообещав начистить кое-что Димону и Илья Семин, который еще пару месяцев назад радовался дружбе с мужем Ольги Рапунцель. Хотя на вечеринке по поводу гендер-интриги, как заметили многие пользователи сети, особо счастливым и радостным Илья Семин не выглядел, ведь большинство гостей ему не знакомы. Радость отженить бы на Савкиной явно поугасла. Работы у него нет, а сидеть дома с детьми и становиться вторым Дмитрием Дмитренко Илюша явно не слишком желает. Или возмутили Семина намеки мужа Ольги Рапунцель, что он нуждается в контроле из-за своих вредных привычек. Бой между детьями Татьяны Владимировны будет в социальных сетях, на словах или в реале на кулаках. Ксения Бородина разоткровенчилась со своими подписчиками по поводу своих отношений с бывшим мужем Курбаном Амаровым. Один из подписчиков спросил ведущую, пригласит ли она на день рождения их совместной дочки Теоны, экс-супруга. Звезда категорически ответила, что нет, он же, если захочет, может отпраздновать тоже, но уже без нее и в другой раз. Мы не общаемся с папой Теоны и нет никакого желания общаться в будущем, заявила Бородина. По словам Ксюши, она не испытывает к нему неуважения, а разочарование почувствовала уже давно. Правда, уже давно смирилась с этим чувством. Я честно вам сказала, видеть и слышать не хочу человека. Это не злость или обиды, это уважение к себе прежде всего, заявила Бородина. Дарья Пынзарь почти месяц не появлялась в эфирах Дома-2, как уверяет сама ведущая. Все это время она провела в Турции в компании сыновей. Ни для кого не секрет, пока Пынзарь зарабатывает в Москве на шоу, где когда-то строила любовь. Ее дети живут и учатся в другой стране. Впрочем, глядя на Дашу, верится в трудом, что все это время она просто отдыхала. Зрители, мягко говоря, не узнали и даже испугались нового внешнего вида Дарьи. Причем многие сразу предположили, что блондинка что-то сделала со своим лицом. К слову, несколько лет назад Пынзарь действительно делала круговую подтяжку лица и даже этого не скрывала. Более того, даже сейчас Даша открыто говорит о своих комплексах. Несмотря на капитально перекроенное лицо, Даша по-прежнему недовольна своим внешним видом. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта Слок. Наблюдая за тем, как Артем пытается контролировать Кристину, мягко находит слова, чтобы ее утешить и успокоить и всегда говорит правильные вещи. Поклонники реалити-шоу пришли к неутешительному выводу. Девушка не нравится новому участнику проекта. Зрители считают, что Артем Грант – психолог Кристины Буханбалта. Ранее девушка говорила, что работает за периметром с психологом. Видимо, это не помогло, как к ней приставили отдельного человека, чтобы Кристина не травмировала Женю Ромашова. Игра происходит между Ромашовым и Буханбалтой, или действительно, организаторы помогают бывшим возлюбленным разойтись по разным дорогам. Но в реальном времени Грант уже не ухаживает за Кристиной, он подружески дает ей советы и учит правильно, уважительно себя вести с мужчинами. Ромашов же строит отношения с Настей Бигриной. Буханбалта с ее вспыльчивым, вздорным характером постоянно под присмотром сильного Артема. Как тут не подозревать, что парню заплатили за то, чтобы он находился с ней рядом. Кто же так заботится о Буханбалте? Кому она дорога из руководствователей шоу? Не потому ли Грант не собирается строить отношения на Доме-2, что у него другая миссия? Ведущий Андрей Черкасов рассказал о своей профессиональной деятельности за периметром. По мнению Андрея, свадеб стало меньше, а разводов больше. Поэтому его редко приглашают ведущим на свадебные мероприятия. Зато он недавно отлично провел юбилей и в целом свою жизнью и заработками вполне доволен. Также Черкасов во время общения с подписчиками признался, что вместо работы в полиции выбрал Дом-2. Не сложно догадаться почему. У Черкасова особой гордостью является то, что он служил в армии. В ночном эфире он опять вспомнил об этом периоде своей жизни, отчитывая 19-летнего Данилу Колесова. Но в случае Андрея разве стоит говорить о чести офицера, если он променял службу на реалити-шоу, где вел себя некрасиво с женщинами и до сих пор ему участники говорят о том, что он устраивает дедовщину. Черкасов, оказывается, не стал работать официантом, потому что ему неприятно быть на побегушках. Как же он тогда попал в ведущий Дома-2? Не секрет, что Черкасов выполняет на проекте черновую работу. Когда нужно натравлять участников друг на друга, проводить неприятные этапы конкурса, человек года, когда ведущим приходится издеваться над участниками. Но Черкасову это нравится, или он только делает вещь, что любит свою работу и ко всему относится с юмором. Откуда такое высокомерие? Александра Черно активно готовилась к операции по шунтированию желудка, однако в конечном итоге почему-то устроила сборы в роддом. Об этом на своей страничке сообщила сама экс-участница, озвучив свои планы на день. Причем ранее Саша уже подогревала слухи о своем интересном положении, когда демонстрировала в своем аккаунте препараты для беременных и передавала всем беременняшкам привет. Не исключено, что это не просто хайп, а Черно действительно беременна, причем, судя по размеру ее живота сразу тройней. Впрочем, в сети уже озвучили другую версию, совсем неутешительную для Саши. В последние дни Александра перестала скрывать, что ужасно боится операции, хотя и мечтает поскорее похудеть, и это даже необходимо, если подумать не только о внешности, но и о здоровье. При этом девушка готова была от всего отказаться и, возможно, на фоне стресса и страха у нее слегка помутнился рассудок. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.